Горно-перерабатывающий комплекс Казахмыса образован в рамках действующей программы реструктуризации в декабре 2012 года. Сегодня в его составе Жасказган Цветмет, Восток Цветмет, Шахтопроходнический Трес и Рудник Жамарт, где в общей сложности работают порядка 25 тысяч человек, почти половина всех сотрудников компании. Цель объединения этих площадок не только оптимизация затрат, но и пересмотр плана разбития горных пород площадок. На примере Жасказганской площадки, когда себестоимость в рынке на тонну катодной меди составляла порядком в среднем 8-8,5 тысяч, то Жасказган на тот момент работал при себестоимости 9800 долларов. То есть мы с каждой тонны имели более тысячи убытков. На сегодняшний день, благодаря той поправленной работе, за 8 месяцев, мы сегодня имеем такие показатели, как по добыче руде почти на 101% мы идем с перевыполнением, по выпуску меди в руде на 110% с перевыполнением. Это вот благодаря тому, что коллектив сегодня изменил свой взгляд к работе. Чтобы достичь этих результатов, были пересмотрены планы горных и горно-подготовительных работ, планы добычи всех вошедших в ГПК площадок. В отдельных случаях была изменена технология добычи и переработки руды. В случае Жасказганской площадки разрабатывается техника экономической обоснования генплана развития Жасказганского месторождения. Реализация проекта позволит эффективно отрабатывать и перерабатывать оставшиеся запасы, которые у нас есть в шахте. Снизить себестоимость на тонну катодной меди в полтора и два раза. Поддержать рентабельный уровень производства в пределах стоимости меди на рынке от 6 до 6,5 тысяч долларов. И сохранить, самое главное, это рабочие места на предприятиях Жасказганской площадки. Казахмыс выделяет георазведочной компанией КАЗГеология свыше 600 миллионов тенге на исследования в Жасказганском регионе. А также своими силами осуществляет одну из крупнейших программ по георазведочным работам в стране. Проекты по георазведке позволяют компании не только сохранить объем производства меди на текущем уровне, но и нарастить его в ближайшие годы.